В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Алена Эпштейн. Доброе утро. Сейчас в главной региональной новости. Сегодня в Уфимском районе после реконструкции откроется мост через реку Уршак. Переправу, которая находится на четвертом километре автодороги Фомичева-Булгакова-Федоровка, закрыли еще в мае. Мост давно нуждался в ремонте. Дорожное полотно и несущие конструкции находились в аварийном состоянии. Кроме того, это весной во время паводка мост затопило. Власти были вынуждены закрыть переправу и начать реконструкцию. Все это время жители ближайших поселков были вынуждены добираться объездными дорогами. При этом путь увеличивался на 50 километров. Заказчиком работ выступила администрация Уфимского района, подрядчиком компания Дормост. Стоимость реконструкции власти оценивают в 22 миллиона рублей. Средства были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За 8 месяцев с начала года в Башкортостане снизились темпы жилищного строительства. Спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,3%. Так, с января по август в республике заключено договоров строительного подряда на сумму более 19 миллиардов рублей и введено 18 800 квартир общей площадью свыше 1406 тысяч квадратных метров. Несмотря на снижение, Башкортостан продолжает занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Так, по вводу в действие жилых домов республика занимает второе место в ПФО после соседнего Татарстана, где сдали в эксплуатацию более 1490 тысяч квадратов. Напомню, что тему недвижимости обсудят в Уфе 25 октября участники федеральной конференции «Продажи на максимуме». Регистрация на сайте confdefisufa.ru В Молодежном театре Уфы сегодня стартует седьмой слет суденческих отрядов Приволжского федерального округа. Участие в нем примут более 250 человек со всех регионов нашего округа. На слете обсудят планирование работы суденческих отрядов ПФО до 2019 года. Развитие, приумножение и сохранение традиций, творческого и культурного потенциала студенческих отрядов и подведут итоги третьего трудового семестра. В рамках слета пройдут различные конкурсы и мастер-классы. Мероприятие продлится до воскресенья. Сегодня в 19 часов пройдет домашняя игра хоккейного клуба «Салават Юлаев». Наша команда встретится с сомским клубом «Авангард». В ходе последней встречи «Салават Юлаев» проиграл команде противника со счетом 2-3. Статистика по итогам 38 поединков «Авангард» выиграл чуть больше половины матчей. В этом сезоне они заработали 32 очка. Из 17 игр одержали победу в 12 и занимают в турнирной таблице Восточной конференции второе место. У эфимцев седьмая строчка. На данный момент на счету «Салавата Юлаева» 27 очков. Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК ОФА. Смотрите наши выпуски в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова